Здравствуйте, мои дорогие. Я приделал картине пару лампочек, чтобы она светилась. Сейчас проверю, будет ли она светиться, и при этом слушаю книгу «Смерть Ахиллеса». Очень интересная книга. Скоро уже подстригусь, поэтому снимаю роликов много. Никого. Раньше ему и в голову не пришло бы брать чужое, потому что бог отца сказал «Не укради». Но теперь ни отца, ни его бога не было. И Ахимас, опустившись на четвереньки, стал жадно поедать упругие пупырчатые плоды. На зубах хрустела земля, и было неслышно, как сзади подкрался хозяин, здоровенный казак в мягких сапогах. Он схватил Ахимаса за шиворот и пару раз ожег нагайкой, приговаривая «Не воруй, не воруй». Мальчишка не плакал и пощады не просил, а только смотрел снизу вверх белесыми волчьими глазами. От этого хозяин вошел в раж и принялся охаживать волчонка со всей силы, до тех пор, пока того не вырвало зеленой огуречной массой. Тогда казак взял Ахимаса за ухо, выволок на дорогу и дал пинка. Ахимас шел и думал, что отец-то умер, а его бог жив, и божьи законы тоже живы. Спина и плечи горели огнем, но еще хуже горело все внутри. У быстрой, неширокой речки Ахимасу встретился большой мальчик лет четырнадцати. Казачонок нес буханку бурого хлеба и кринку молока. «Дай», — сказал Ахимас, и вырвал хлеб. Большой мальчик поставил кринку на землю и ударил его кулаком в нос. Из глаз брызнули огоньки, и Ахимас упал. А большой мальчик, он был сильнее, сел сверху и стал бить по голове. Тогда Ахимас взял с земли камень и ударил казачонка в бровь. Тот откатился в сторону, закрыл лицо руками и захныкал. Ахимас поднял камень, чтобы ударить еще раз, но вспомнил, что закон бога говорит, не убей, и не стал. Кринка во время драки опрокинулась, и молоко пролилось. Но Ахимасу достался хлеб, и этого было достаточно. Он шел по дороге дальше и ел, 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 пока не съел все до последней крошки. Не надо было слушать бога. Надо было убить мальчишку. Ахимас понял это, когда уже в сумерках его нагнали двое верховых. Один был в фуражке с синим околышем. За спиной у него сидел казачонок с расплывшимся от кровоподтека лицом. Вот он, дядя Кондрат, закричал казачонок. Вот он, убивец. Ночью Ахимас сидел в холодной и слушал, как урядник Кондрат и стражник Ковальчук решают его судьбу. Ахимас не сказал им ни слова, хотя они допытывались, кто он и откуда. Крутили ухо и били его по щекам. В конце концов сочли мальчишку глухонемым и оставили в покое. «Куда его, Кондрат Пантелеич?» – спросил стражник. Он сидел к Ахимасу спиной и что-то ел, запивая из кувшина. «Не, чтоб город везти. Может, подержать до утра, да выгнать за шею». «Я тебе выгоню», – ответил начальник, сидевший напротив, описавший гусиным пером в книге. «Атаманову сынку чуть макитру не проломил. Кизляр его надо, звереныш, в тюрьму. А не жалко в тюрьму, ты сам знаешь, Кондрат Пантелеич, какого там мальцам». «Больше некуда», – сурово сказал урядник. «У нас тут и у приютов нету. Так в Скировске вроде монашки-сироты принимают. Только женского полу. Тюрьму его, Ковальчук, в тюрьму. Завтра с утра и отвезешь. Вот бумаги только выправлю». Но утром Ахимас был уже далеко. Когда урядник ушел, а стражник лег спать и захрапел, Ахимас подтянулся до окошка, протиснулся между двумя толстыми прутьями и спрыгнул на мягкую землю. Про Скировск ему слышать приходилось. Это сорок верст на закат. Получал наш трубок, приодевшись с девочкой. Стащил с бельевой веревки ситцевое платье и платок. Счастья, удачи, любви и успехов. Пока-пока. До скорых встреч в следующих роликах. Будьте счастливы.